Всем привет! С вами Движение Голос и тренер Инна Корезина. Этот ролик уделяет внимание голосованию в помещении. Сначала я изложу пояснительный материал, необходимый для понимания, а затем опишу сами процедуры голосования. Причем эта часть повествования будет синхронизирована с вашей дорожной картой. Вы можете прямо следить за рассказом по бумажному варианту дорожной карты или по пунктам в приложении «Голос». Раздел называется «Общий порядок голосования». Стандартным документом для удостоверения личности избирателя является обычный паспорт гражданина России. Просроченный паспорт не является основанием для отказа в голосовании. Все виды документов, которые могут заменять паспорт, перечислены в законе. Временное удостоверение личности. Документ, выдаваемый на период замены паспорта. Это госзнаковская книжка на плотной бумаге с фотографией и печатями органов внутренних дел. Никакие справки паспортных столов и тому подобное временными удостоверениями личности не являются и не дают право голосовать. Военный билет и другие виды документов военнослужащих для граждан, проходящих военную службу и голосующих по спискам военной части. Заграничный паспорт гражданина РФ только для граждан, постоянно проживающих за границей. Справка, подписанная начальником СИЗО, для граждан, находящихся в местах содержания под стражей. Бюллетени изготавливаются типографским способом. Тираж не может превосходить число избирателей более чем на полтора процента. В участковые комиссии передают бюллетени не менее 70% от числа избирателей и не более полпроцента. Передача осуществляется строго по акту. Бюллетень – бланк строгой отчетности. Члены комиссии получают бюллетени для выдачи избирателям под роспись ведомости. По завершении работы, оставшиеся невыданными, также сдаются по ведомости. Выездная группа получает бюллетени по ведомости. По ведомости потом сдает неиспользованное. В правом верхнем углу бюллетеня должны быть расположены подписи двух членов комиссии с решающим голосом и стоять печать с номером участковой комиссии. Для участков с каибами печать квадратная, вернее прямоугольная. Если отсутствует печать и или подписи членов комиссии или подпись только одна, все это бюллетени не установленной формы. Если это обнаружилось до того, как бюллетень отправился в ящик, можно добавить недостающие элементы. Если же бюллетень без подписи или печати извлечен из ящика на подсчете, такие бюллетени не участвуют в подсчете. О них составляется акт, после чего они запечатываются в конверт. Не путать бюллетень неустановленной формы с недействительным бюллетенем. Его-то как раз считают. Недействительный – это бюллетень, извлеченный из ящика или сейф-пакета и не содержащий ни одной отметки. Или же содержащий больше отметок, чем требуется на данных выборах. К слову, если вы хотите опустить в урну недействительный бюллетень, лучше проставить в нем больше отметок, потому что в пустой бюллетень на подсчете могут поставить галочку. Но если на участке КАИП, то можно и пустой, машина сразу его распознает и посчитает как недействительный. Бюллетени, извлеченные из ящика или сейф-пакета, также могут быть признаны недействительными. Это происходит, когда бюллетени, извлеченных из переносного ящика, больше, чем число заявлений к этому ящику. Или же, бюллетени, извлеченных из сейф-пакета, больше, чем число, указанное в акте к этому сейф-пакету. Недействительный бюллетень не путать с испорченным. Испорченный – это когда избиратель поставил галочку «не туда», но тут же спохватился и попросил другой бюллетень взамен испорченного. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона 67 ФЗ «Голосование в РФ тайное». Соответственно, в кабину для тайного голосования может заходить только один человек. Следите за этим. В связи с пандемией перестали пользоваться занавесками на кабинах. Это приемлемо, так как спина избирателей тоже защищает тайну голосования. Надо следить, чтобы внутреннее пространство кабины для голосования не попадало в зону видимости видеокамер расположенных в помещении. Ну и само собой разумеется, что ни наблюдатель, ни представитель СМИ не может снимать внутри кабины, когда там находится избиратель. Однако вы можете осмотреть и сфотографировать кабину изнутри, когда она пуста. Имеет смысл сделать это утром во время осмотра помещения. В соответствии с пунктом 2 статьи 61 кабина должна быть хорошо освещена и снабжена письменными принадлежностями, за исключением карандашей. На некоторых выборах наблюдатели обнаруживали, что ручки, находящиеся в кабинах для тайного голосования, были с исчезающими чернилами. С тех пор наблюдателям рекомендуется ручки с утра проверять. И в течение дня, когда кабина пуста, проверять, не подменили ли их. Иногда вместо кабин используются просто загородки. Конечно, они охраняют тайное голосование менее надежно, однако это тоже в рамках закона. Нарушения здесь нет. Ящик для голосования, который чаще называется урной, бывает стационарный для голосования в помещении и переносной для голосования вне помещения. Непосредственно перед началом голосования и переносные, и стационарные ящики пустыми предъявляются присутствующим в помещении для голосования и опечатываются. А вот как они опечатываются, это особая наблюдательская боль. Потому что четких, единых требований, как должно осуществляться опломбирование или опечатывание, в законе не прописано. Остается полагаться на обиходное употребление. Пломба ведь это не исключительно электоральное понятие. Различного вида пломбы широко используются в самых разных отраслях. Объединяет их одно. Любая пломба – это механизм защиты, предотвращающий несанкционированное вскрытие. Вскрыть пломбу, не оставив следов, невозможно. Поэтому, если бумажечка с печатью комиссии и подписью председателя легко отклеивается, а потом возвращается на прежнее место, не оставляя следов вскрытие, это значит, что ящик не опечатан. А по закону он должен быть опечатан. На деле слишком часто получается так, что так называемая пломба не защищает ящик. В прошлом году наблюдатели собрали множество свидетельств того, что опломбирование урн выполняется так, что не отвечает своему значению. Помимо пресловутой бумажки на канцелярском клее, проблема выявлена следующая. Вместо номерных пломб используются обычные пластиковые стяжки, которые легко заменить. Или же стяжки номерные, но располагаются в таких местах, что не препятствуют снятию крышки. Или стенки настолько гибкие, что между ними образуется большая щель. Вопрос опечатывания урн встал особенно остро в связи с трехдневным голосованием. ЦИК постановил использовать сейф-пакеты для ночного хранения бюллетеней. Пункт 3.11 положения. Смотрите в описании. Но для каких-то особых случаев оставил возможность хранения бюллетеней прямо в стационарных ящиках ночью. Выясните еще с утра, как храним бюллетени ночью. Если вам скажут, что в ящиках должна быть индикаторная лента для оклеивания прорези. Она имеет уникальные номера, а при вскрытии появляется индикация того, что пломба повреждена. Это несколько повышает доверие к ночному хранению бюллетеней, но вам надо будет уделить особое внимание тому, насколько надежно опечатан сам ящик, а не только прорезь. Список избирателей – это священная корова избирательной комиссии. До сих пор большинство комиссий и даже сами наблюдатели думают, что наблюдателям туда смотреть нельзя. В первую очередь надо развеять этот миф. В законе явно прописано, что вы можете знакомиться со списком избирателей. Для статуса наблюдателей это под пункт А пункта 9 статьи 30 закона 67 ФЗ. Для представителя СМИ такой возможности не предусмотрено. Требования, предъявляемых списку избирателей на момент начала голосования, смотрите в ролике об открытии участка. А сейчас разберем, какие в нем могут быть отметки и зачем. Вот страница списка избирателей. Фамилия отчества, год рождения и адрес места жительства уже впечатаны. Серию и номер паспорта избиратель вписывает сам или доверяет это члену комиссии. Из нововведений. Теперь по решению организующей комиссии список может быть изготовлен уже с напечатанными паспортными данными избирателей. Для этого нужно решение организующей комиссии. В следующей графе избиратель расписывается сам в получении бюллетеня. В следующей расписывается член комиссии в выдаче бюллетеня. И, наконец, графа особой отметки. Если голосование двух- или трехдневное, в ней ставится дата 9, 10 или 11 сентября. Опыт наблюдения за трехдневным голосованием показал, что проставлением даты голосования часто пренебрегают. И в воскресенье уже невозможно установить, в какой из дней был выдан бюллетень. Если избиратель будет голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, то в списке избирателей по месту регистрации он вычеркивается. А вместо подписи за получение выдачи бюллетеня делается запись «Исключен в связи с включением по месту временного пребывания» на избирательном участке номер такой-то, наименование субъекта. Важно сделать эту запись именно здесь, чтобы уже точно никто не мог расписаться, ведь каждая подпись в этой книге означает полученный бюллетень. В особых отметках ставится дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, подпись председателя, дата заверения. Далее, когда к избирателю отправляется группа для голосования вне помещения. Перед выездом в графе подписей отступают место сначала и пишут «вне помещения для голосования». Это делается в избежании двойного голосования дома и в помещении. Если после отправления группы избиратель придет на участок и пожелает проголосовать, член комиссии благодаря этой записи установит, что к нему выехала группа. В таком случае избиратель может получить бюллетень только после возвращения группы, когда комиссия удостоверится, что на дому он не проголосовал. Далее, когда группа объедет всех, и вернется в список избирателей на оставленный отступ, вписывается слово «голосовал», а в особых отметках расписываются два члена УИК. Это не все особые отметки, которые могут оказаться в списке избирателей. Ссылка на иллюстрации, которые вы сейчас видели, будет в описании, чтобы вы могли все изучить. Голосование в помещении УИК осуществляется в следующем порядке. Избиратель предъявляет члену комиссии свой паспорт или документ, заменяющий паспорт. Только лично, никаких доверенностей и опекунов. Член комиссии сверяет с паспортом указанные в списке избирателей сведения – фамилию, имя, отчество, год рождения и место жительства. Член комиссии удостоверяется в том, что избиратель не исключен из списка в связи с голосованием по месту нахождения или с использованием ДЭК или по другим причинам. Не проголосовал до дня голосования. Не проголосовал вне помещения для голосования. К избирателю не направлена выездная группа для проведения голосования на дому. Если комиссия аккуратно соблюдает все требования, то соответствующие отметки должны быть в списке избирателей, и их проверка не вызывает проблем. Это базовое описание процедуры. А теперь рассмотрим всякие «если». Если избиратель, исключенный из списка избирателей в связи с голосованием по месту нахождения, явился на участок по месту жительства, то он оформляет заявление установленной формы, в котором содержится предупреждение об ответственности за повторное голосование. На основании заявления вышестоящая комиссия осуществляет проверку, что избиратель не проголосовал на участке, к которому ранее приписался. Только после этого он заново включается в список избирателей на дополнительный лист на своем участке, и ему выдается бюллетень. При отсутствии результата проверки избирателю отказывают в возможности проголосовать. Если же избиратель исключен из списка в связи с подачей заявления о дистанционном электронном голосовании ДЭК, то ему отказывают в выдаче бюллетеней. При наличии технической возможности такой избиратель может проголосовать прямо с компьютера УИК, но бумажного бюллетеня ему уже нельзя. Далее. Ваша дорожная карта сообщает, если избиратель голосует по месту нахождения, то ему не выдаются бюллетени, не соответствующие его месту жительства. Что это значит? Если человек голосует в своем регионе, где проходят региональные выборы, но, например, в другом городе, где есть муниципальные выборы, такой избиратель может получить бюллетень только по региональным выборам, а к местным выборам он не имеет отношения, он ведь из другого города. Итак, по выяснению всех обстоятельств избиратель или, с его согласия, член комиссии вносит в список паспортные данные. Избиратель и член комиссии расписываются в списке избирателей за выдачу получения каждого бюллетеня. Если бюллетеней несколько, то подписей тоже несколько. Член комиссии расписывается в выдаче бюллетеней, после чего избирателю выдаются все положенные ему бюллетеня. Если избиратель в силу инвалидности или временной утраты здоровья не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня, он должен сам объявить, кто это сделает за него. Если он не в состоянии этого сделать, то голосование невозможно, поскольку будет отражать волю помощника, а не избирателя. Выдача бюллетеня помощнику или его заполнение помощником в отсутствии устного заявления избирателя образует состав как минимум административного правонарушения. Помощником не может быть член комиссии, наблюдатель или представитель СМИ, а только другой избиратель. Паспортные данные помощника вносятся в особые отметки списка избирателей, либо указываются в заявлении при выездном голосовании. Расписавшись и получив бюллетень, помощник ставит отметку в бюллетене в соответствии с волей избирателя. Если голосование двух- или трехдневное, в графе особой отметки ставится дата голосования. Если избиратель отсутствует в списке избирателей, но его регистрация в паспорте соответствует избирательному участку, то надо проверить по реестру избирателей, подлежащих исключению из списка в связи с голосованием по месту нахождения. Не исключен ли он из списка? Надо также убедиться, что избиратель не подавал заявление на голосование с помощью ДЭК. Еще можно проверять через ТИК, дееспособен ли он и не аннулировали ли его прописку через суд, не содержится ли он в местах временного пребывания, например, в больнице. Если все эти проверки дали отрицательный результат, его вносят на дополнительный лист списка избирателей и выдают бюллетень. Основным видом голосования на выборах является голосование на избирательном участке по месту жительства избирателя. Место жительства – это тот адрес, который указан в паспорте, то есть регистрация. Голосование по месту нахождения применяется на федеральных и региональных выборах. Избиратель заблаговременно подает заявление о желании проголосовать на каком-либо участке через Центры приема заявлений при избирательных комиссиях, через МФЦ, либо портал Госуслуг. Срок подачи заявления – за 45-3 дня до первого дня голосования. После сбора заявлений для каждого избирательного участка формируется книга списка избирателей, прикрепившихся к данному избирательному участку для голосования по месту нахождения. Эта книга сшивается и опечатывается в тейке и используется при голосовании на УИК, подобно книгам основной части списка. Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с прикреплением для голосования по месту нахождения на других участках. УИК должен вычеркнуть этих избирателей из своего списка сразу по получению реестра, а в день голосования проверять по этому реестру тех избирателей, которые включаются в дополнительный список. Реестр неучтенных заявлений, носящий справочный характер. В нем указываются заявления о прикреплении к данному участку, которые не были удовлетворены. Имеется в виду повторное заявление избирателя, так как при нескольких заявлениях от одного избирателя удовлетворяется лишь первое. Разъясню. Вот приходит избирательный участок, говорит, что приписан к нему по местонахождению, а в книге прикрепившихся его и нет. Тогда смотрит реестр неучтенных заявлений. А тут он есть. Значит, его заявление о прикреплении к этому участку не было удовлетворено и дать голосовать ему не могут. Если же данные избирателя содержатся в списке прикрепленных, то дальнейшая процедура происходит как обычно. Вписываются паспортные данные, избиратель и член комиссии расписываются, выдается бюллетень. Военнослужащие срочной службы, служащие по призыву, голосуют на региональных выборах по местонахождению воинской части. Для этого часть формирует отдельную книгу списка избирателей, которую подписывает командир. Эти военнослужащие не должны включаться в список по месту жительства. Сведения о призыве на срочную службу передают местным администраторам и ТИКам военкоматы. На местных выборах только по месту жительства до призыва, то есть как обычные избиратели, по прописке в паспорте. При голосовании по спискам воинской части военнослужащие срочной службы предъявляют военный билет, в котором содержится отметка о службе в той воинской части, которая представила список. Курсанты военных учебных заведений могут иметь статус как военнослужащих срочной службы, так и контрактников. Отметка о заключении контракта имеется в военном билете. Так вот, контрактники голосуют на общих основаниях, на избирательных участках по месту жительства, предъявляя паспорт. Значит, каковы особенности наблюдения за голосованием военных? При совмещении выборов следим, чтобы голосующим по военному билету не выдавали бюллетень муниципальных выборов. Если он хочет голосовать и за муниципальных кандидатов и утверждает, что его место жительства здесь пусть предъявит паспорт, а не военный билет. Если же в военном билете есть отметка о заключении контракта, голосовать по военному билету такой гражданин не может, только по паспорту. Отметка о контракте ставится в пункте седьмом или девятом военного билета на третьей странице. Ну, пожалуй, про голосование в помещении это все. В следующий раз поговорим про голосование вне помещения. Два вида.